Приветствую тебя на своем ролевом канале. А сегодняшняя тема будет посвящена эволюции ролевого антуража как доспехостроения, так и оружиостроения. Нужно отметить, что эволюция в странах СНГ проходила неравномерно и где-то очень запоздала, а где-то прям прогрессивно. Так что мы не будем указывать определенные датировки, потому что ты можешь возмутиться, мол, нас до сих пор еще с клюшками бегают в занавесках. Я же буду ориентироваться больше на центральную часть России. В далекие времена, ну скажем так в 90-е, первые ролевики не имели каких-либо стандартов в доспехостроении и оружиостроении. И весь антураж делали из того, что было под рукой. Так, например, первое оружие делалось натурально из того, что было. Мечи делались из клюшек, которые валялись в гаражах. Какие-то топоры делались из древок, купленных в хозяйственном магазине. А наконечник вырезался из резиновых ковриков. С антуражем было также все плохо. Так, например, первый антураж шился натурально из старых вещей, к примеру, поношенных балахонов. Ну а в качестве нижней части одежды использовались джинсы. Впрочем, подобный элемент одежды можно до сих пор встретить и на маленьких ролевых играх по сей день. Так вот, подобная разношерстность продолжалась примерно до 2010 года, если мы берем во внимание центральные тысячники. Постепенно на смену деревянно-резиновому оружию приходит текстолит. С этим одновременно связано появление первых крафтовых лавок. Так, народные умельцы, беря в руки текстолитовые стержни, начали производить более-менее современные элементы текстолитовых мечей и же с ними. И примерно в это время начали появляться, скажем так, два типа ролевиков. Одни считали, что главное в ролевых играх это отыгрыш, а над антуражем можно и не заморачиваться. И такие ролевики остановились в своем развитии на определенное время. Другие же, наоборот, начали считать, что антураж это маст хэв. И над антуражем, конечно, надо детально работать. Те ролевики, которые начали гнаться за антуражем, постепенно стали отождествлять себя и так в течение времени перешли в реконструкцию. Реконструкция, в свою очередь, позволяла более качественно, детально прорабатывать свой антураж, читать источники, подбирать натуральные материалы, шить вручную, и в целом выглядеть более цивилизованным на мероприятиях и быть уже более принятым обществом. Ведь одно дело бегать в лесу непонятно в каких шмотках и пугать местных жителей, а другое организовывать реконструкционские фестивали и объяснять, что мы не просто, скажем так, собрались здесь в Дурацком, а реконструкторы и изучаем историю путем моделирования. Я, конечно, таким грубым сравнением никого не хочу обидеть, но в целом сам начинал с около ролевого движения, с такими же мыслями перешел в реконструкцию, ну а потом просто вернулся в ролевые игры, но об этом чуть позже. Так вот, когда одни ролевики стали реконструкторами, другие, которые отказались от полностью реконструкции, также осознали, что они замкнулись в занавесочном мире и не мешало бы так же качественно повысить свой антураж. Так появилось правило пяти шагов на ролевых играх. То есть ролевики, конечно, до сих пор не признавали чистую реконструкцию, не требовали от игроков подготовки антуража по историческим эскизам и изображениям, но в то же время требовали аккуратность и общую стилизованность костюма. Конечно, стоит отметить, что одновременно с этим правилом пяти метров ролевое движение отказалось и от совсем реликтового оружия, которое было сделано из клюшек и других хозяйственных материалов. Кстати, тут хочу вспомнить свой первый ролевой опыт на Тысячниках. В 2006 году я ездил на Варкрафт от МГ Крафт в роли Паладина и свое первое оружие на Тысячнике я сделал буквально на коленке. Купил древко от лопаты в магазине, взял кусок поролона, обвернул тряпкой, насадил на древко и покрасил все внешне серебрянкой. Так у меня получился большой молот Паладина. Можно сказать, это был мой первый опыт крафта мягкого оружия, который сейчас называют протектированным или по незнанию ларповым. Кстати говоря, и вот тут мы переходим уже более к современному этапу развития антуража на ролевых играх. Мы помним, что ролевики разделились на два лагеря. Те, кто ушли в реконструкцию и те, кто остались фэнтези-ролевиками. Тут стоит добавить, что эти два лагеря не очень любили друг друга. Реконструкторы называли ролевиков дивными, а в свою очередь ролевики называли реконструкторов позерами. Между теми и теми возникали точки соприкосновения. И так появились исторические ролевые игры, на которые, конечно, не требовали ручные швы, но целоматериалы уже использовались натуральные. И, кстати говоря, на таких ролевых играх, помимо антуража, то есть гражданской одежды, во все использовали стальные доспехи. Так что на этом этапе мы наблюдаем снова разбеживание различных течений. И среди реконструкторов появились люди, которые стали заниматься, ну прям чисто реконструкцией, а другим стало просто банально скучно на средниковых фестивалях, и они снова вернулись в свои истоки и начали заниматься ролевыми играми. И чтобы не говорили реконструкторы, Living History это тоже ролевые игры, но с более жесткими правилами, признанными приблизить игрока к средниковым реалиям. А что же у ролевиков? У ролевиков тоже не стоял прогресс. Так, с западного мира к нам пришла аббревиатура Live Action Roleplaying Game или LARP. Поначалу ролевики начали использовать термин LARP к играм, где используется протектированное оружие. Однако, если расшифровать эту аббревиатуру Live Action Roleplaying Game, то она по-русски звучит как ролевые игры живого взаимодействия. На этом я хочу закончить свое поискование и передать слово Вайсу из канала Ролевой Вестник, который вам расскажет о том, как появилось и развивалось протектированное вооружение в странах СНГ. Важно будет отметить, что протектированное оружие не является чем-то колоссально новым и недавно придуманным. На Западе вот уже 50 лет играют с мягкими макетами оружия. 50 лет на момент съемок этого ролика. Мы точно знаем, что в 1976 году была проведена одна из самых первых крупных ролевых игр живого действия и на ней использовались мягкие макеты оружия. Знаем точно, потому что эту игру рекламировали по радио. В Америке в 1976 году рекламировали LARP по радио. Интересно получается, что наше славянское суворое ролевое движение развивалось от мечей из стальной арматуры до сегодняшних клинков, где внутри используется стекловолоконная арматура и покрыты они современными латексными или пенными материалами. К слову, на Западе такое сочетание, как протектированное оружие, не используется. Они говорят foam weapon. Мы, когда говорим протектированное, мы, грубо говоря, под этим понятием подразумеваем все разновидности мягкого оружия. Они чаще используют foam weapon, то есть в переводе пенное оружие. И поэтому PO является достаточно идеальной аббревиатурой, потому что PO можно понимать и как протектированное оружие, и как пенное оружие. Получается, на Западе они сразу начали делать игры на мягком оружии и развили его до современного PO. Когда мы начинали совсем с другого и теперь к такому же самому протектированному оружию пришли. Почему? Потому что на Западе к этому всему отнеслись как к бизнесу. Люди там развивали эту тему, мастер-группы не стыдились того, что они стремятся зарабатывать. Создавали свои собственные интересные вселенные для того, чтобы не нарушать авторские права крупных корпораций, которым принадлежат все эти Скайримы, Ведьмаки и так далее. Соответственно, те, кто создавали реально крутые, интересные вселенные для ролевых игр живого действия, они начали продавать их как франшизы. Они сделали качество. И глядя на это качество, наши люди захотели сделать так же. А не сделать точно так же, используя старые технологии. Так мы и пришли к протектированному оружию. Но будет справедливо сказать, что в Америке, в Европе, вообще по всему миру играют не только на ПО. В тех же самых Штатах очень популярны проекты, где все одеваются в стальные доспехи и используют стальные клинки. Но они выполнены по гуманной технологии, но все равно они сделаны из стали. Самые разные проекты существуют с разным уровнем жесткости боевки. Есть игры, где да, сражаются на мягком оружии. И это оружие даже не похоже на то, что мы называем протектированным. Это такие себе тямбары гигантские, супермягкие. Проекты бывают самые разные. И когда есть люди, которые хотят в эти проекты играть, значит, эти проекты имеют право на существование. Почему у нас игр на текстолите, дюрале, стали, становится все меньше и меньше? Я вижу три основные причины. Первое. Наши страны полны людьми с золотыми руками, которые крафтят себе самостоятельно. То есть, да, есть интернер-магазины, есть крупные мастерские, в том числе работающие на Запад. То есть, в Америке это нормально покупать протектированное оружие или доспехи в Украине или в России. Но также есть много мастеров, которые делают оружие сами для себя. И, соответственно, когда объявляется какой-то проект, там, скажем, по Варкрафту, да, целая куча народа крафтит себе с удовольствием оружие, там, даже такого косплейного уровня, когда оно реально похоже на то, что видно в видеоигре. И сделать такое из стали, из дерева, из текстолита, просто нереально. Вторая причина, это то, что многим людям изначально не нравилась тяжелая боевка. Кому-то с эстетической точки зрения, да, вот эти вот бугурты, кегельбаны, где люди вот улупашат друг друга, а они хотят в боевке чувствовать себя героями, как в литературных произведениях, да, как минимум многие хотели сражаться без шлема, да, и делать себе какие-то более пафосные, фэнтезийные доспехи. Кому-то, не с точки зрения эстетики, а с точки зрения безопасности, как ни крути, тяжелой боевке больше шанса себя травмировать, чем в мягкой боевке. Хотя, на мягком протектированном оружии тоже можно получить травмы, особенно если твой противник не умеет фехтовать. Я отношусь ко второй категории. То есть, изначально я спокойно себе ездил на игры с деревом-текстолитом, да, не принимал участие в бугуртах, потому что у меня не было моего собственного полного доспеха и шлема, но я состоял в клубе по реконструкции, и когда мы выезжали куда-то клубом, да, там принимали участие в каких-то мероприятиях, и, собственно, внутри клуба, мы по полной программе фехтовали друг с другом стальными клинками, и тогда мне это нравилось. Но став старше, я стал больше заботиться о своем здоровье. И я думаю, очень многие, мой случай не уникален, я думаю, очень многие люди с удовольствием так в году в 2005 сражались с текстолитовыми, диралевыми клинками, да, или стальными, а потом увидели, что, мм, а есть вариант ездить на игры, вообще не травмируясь и не тягая тяжелые рюкзаки. В Европе, кстати, очень популярны игры, где они используют мягкое оружие, но доспехи у них все равно стальные или кожаные, да, потому что ощущаешь себя по-другому в стальном доспехе, чем когда ты, например, в пластиковом, да. Третья причина. И я считаю, что современный ларп на протектированном оружии, он занял свою самостоятельную нишу, может развиться в самостоятельную, отдельную, уникальную индустрию, а не быть дешевым придатком, младшим братом какой-то другой индустрии. Сейчас объясню. Посмотрим на ларп игру, скажем, на диралевом оружии. Но это же выглядит, как, ну, возьмем конкретную игру, а не какую-то игру мечты у нас из головы. Возьмем реальные игры на диралевом оружии, да, вот какие они сегодня. Они выглядят, как дешевый аналог реконструкции исторического фехтования. То есть, людям, которым эта тематика интереснее, не готова вкладывать в это деньги и ездить на куда более крутые, интересные для них мероприятия, они подадутся в реконструкцию. Современное протектированное оружие и вот другое отношение к играм отлично справляется с созданием вот этой вот фэнтезийной, героической, приключенческой атмосферы. Когда люди, которые хотят удариться куда больше изображения персонажей, у них есть косплей. То есть, современный ларп, он посередине между совсем серьезным фехтованием и косплеем. Но при этом нельзя сказать, что является предаточным для того или другого. появился такой вот вид развлечений, куда может поехать как и косплеер, потому что ему хочется не только по фестивалям ходить, но и в игры поиграть, в какую-то игромеханику, погрузиться в роль. так и человеку, который, например, ранней весной ездит на игры, ездит на мероприятия, где у него жесткая боевка с тяжелым доспехом, а в августе ему хочется походить в тонкой льняной тунике и побыть просто вот в этой атмосфере, даже не обязательно боевой. Но это опять же если мы говорим про фэнтези средневековья, да, в ларп он же как бы покрывает и такие вещи, как постапокалипсис, современные сюжеты, разные там лавкрафты и так далее, так далее, так далее. То есть есть очень много жанров и направлений, которые вообще невозможны с воссоздаванием там с текстолитовыми клинками или дюралевыми клинками, да, куда лучше и надежнее, например, то же самое, если это какая-то городская игра, передвигаться по городу с макетом из мягкого изолона, я уж молчу, что некоторые игры вообще не нуждаются в оружии, там используются игромеханики, которые не требуют от тебя макетов холодного оружия, да, или там огнестрельного оружия. Я озвучил, как я считаю, три основные причины, но из моего вот этого импровизированного спича вы должны были понять, что причин на самом деле куда больше. Есть фанаты Гарри Поттера, которые ездят только на потерианские игры, типа Аля Академки их еще называют. Такой проект, он вообще не для дюралей и текстолита, и не для стальных доспехов. Хотя, как я говорил, ролевое движение, оно буйное и разнообразное, то есть я не удивлюсь, если где-то в русской глубинке была там какая-то ролевая игра по Гарри Поттеру, где люди ходили в стальных доспехах с дюралевыми клинками, как-то вот вписали их в этот мир. Можно очень долго говорить на эту тему, разбирать плюсы или минусы того или иного направления в ролевых играх живого действия, а это видео таким долгим быть не должно. А на этом у меня все, спасибо за внимание, подписывайтесь на наши каналы, на Рыцарь Ларпы и Ролевой Вестник, если хотите получать как можно больше ролевого контента. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok